Всем привет, с вами Лев, и это новый ролик на канале спустя 2 месяца. Да, я не знаю на самом деле, что в такие моменты нужно делать, потому что, ну как бы, когда ты столько не снимаешь, на самом деле очень сложно начинать вообще снимать, после того, когда такой перерыв большой происходит. Но, как бы, будем начинать, да, сегодня я решил поиграть в мини-игру спустя аж, наверное, года полтора, да, по-моему, была эта новогодняя мини-игра, если я не ошибаюсь. И это, ну прям, очень-очень большой срок, это, то есть, это было начало 21-го только года, а сейчас уже, как бы, ну, уже половина 22-го прошло, да. В любом случае, я хочу вам рассказать о своих планах, рассказать, что изменилось за вот это время, да, полтора-два месяца, а именно, у меня произошли проблемы с техно-хаткором, произошел апгрейд ПК, и у меня, как бы, еще новый Windows, как бы, типа, у меня десятка стоит, как бы, до этого у меня вообще семерка стояла. Ну, в принципе, давайте я уже вам это все расскажу в мини-игре. Ну что ж, мы находимся в мини-игре Lucky Islands или Счастливые Острова, да, ну, типа, Лаки Блоки здесь, короче, да. Это типа SkyWars'а с Лаки Блоками, и я этот режим записывал в 2018 году. Это просто жесть. Четыре года спустя я решил записать этот мини-ежим, ну, просто я, ну, то есть, вы представьте, я, самое прикольное, что у меня были когда-то попытки записать этот режим, я не помню, там, может, в 20-м году я хотел его записать, может быть, там, в 21-м, я, на самом деле, даже не помню. Но я помню, что я точно пытался, но почему-то у меня не получалось. Но в любом случае, сегодня будет новостной ролик, и такой небольшой, я просто сегодня расскажу темы. И давайте начнем с того, а именно с апгрейда ПК. Да, у меня появился новый процессор 12400, ну, как бы, 12-е поколение, да, 6-ядерный, 12-поточный. Короче, я не знаю, типа, ну, я думаю, что не все в этом разбираются. Ну, короче, процессор достаточно хороший за свою цену, и намного стало производительнее, на самом деле, играть. Вообще, как бы, любые дела делать. Видеокарта у меня осталась та же, но, как бы, пока что, пока что, в принципе, ну, пока вполне нормально. То есть, видеокарта хоть немножечко и слабенькая, но для Майнкрафта вполне сейчас мне прям всего хватает. Теперь у меня, кстати, вместо 8 гигабайтов оперативной памяти DDR3, вместо этого у меня теперь DDR4 на 32 гигабайта, да. И, как бы, теперь, ну, действительно, этой памяти прям хорошо, прям у меня хватает. И я сначала думал, что, может быть, взять 16, но 16, мне кажется, это немножко маловато. Так, начинается ходков уже. Ой-ой-ой, все-все-все, начинается. За мной уже все бегают. Я сейчас попробую его остановить. Так, чувак. Так, это, если что, была ловушка, он должен был остановиться. Короче, я пытаюсь убежать, все. Все, ну, ладно, ладно, ладно. Короче, новый процессор, новая оперативная память и новая, этот самый, новая материнская плата, да. До этого были старые комплектующие, да. Ну, достаточно старые, я не знаю, лет 9, наверное. Ну, короче, 2012, наверное, года, может быть, 13, то есть, что-то такое. И постепенно я планирую дальше обновлять компьютер, видеокарты. Ну, это не точно, ну, как бы, знаете, все, что может быть и такое, да. И, по-моему, сейчас выпал меч, потому что по звукам я здесь уже даже немножечко ориентируюсь. Когда что выпадает, это либо какой-то щит, либо я не знаю что. Но это, на самом деле, жесть, блин. Я просто без вещей пытаюсь вышить. Это просто хоткор какой-то. Но, в любом случае, я вам тут, короче, рассказываю, да. Это вообще, знаете, такой ролик чисто, вот знаете, тестовый. Кстати, вот он, кстати, видимо, это тот меч и есть. У меня, в принципе, еда есть, блоки есть, меч уже есть, все, я могу отбираться. У меня есть даже бронька из кита. Отлично, отлично, отлично. Это уже неплохо, уже хоть, знаете, хоть как-то можно отбиться, попытаться хотя бы. Иногда я собираюсь, наверное, теперь записывать мини-игры, как старые добрые, да. Потому что, ну, я думаю, что это достаточно интересная тема. Если снимать интересные мини-игры, не просто какой-то Sky Wars, да. Вот это уже, как бы, не просто Sky Wars, но просто я этот режим, на самом деле, очень люблю. И вообще, я еще планировал бы, планирую вообще записывать на второй канал мини-игры, потому что второй канал у меня есть, да, лайв-канал, на котором я уже не записываю очень много времени роликов. Да я особо там много, никогда и не было роликов, там всего, наверное, роликов 10, может, чуть побольше. Но, в любом случае, хочется там тоже как-то активничать. Так, меня сейчас, по-моему, убьют, нет? А, меня, меня с другой стороны еще бьют, что ли? Вы что, прикололись, что ли? Что со всех сторон-то? На меня, блин, с двух сторон нападают. Я думал, это тот, чувак, еще кто-то бежит. Так, ну-ка. Начинается отбивание. Мне кажется, я не выживу, но я пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь. Меня сейчас херанут, меня херанут. Ай, нет! Все. А пока начинается новая игра, хотелось бы сказать то, что теперь, как я уже говорил в начале, у меня теперь Windows 10, а не 7. Сначала я его обновил, потом уже был апгрейд ПК. Да, на самом деле я боялся то, что 7-ка не пойдет, хотя я думаю, что все бы пошло. Просто мне, на самом деле, 7-ка уже казалась как-то уже, ну, типа, уже надо на 10-ку, да. И, на самом деле, мне 10-ка вполне устраивает, она мне, в принципе, нравится, как-то поновее все выглядит, и, как бы, вроде все более-менее хорошо работает. Это радует, это радует, да. Если кому интересно, я это все сам, ну, как бы, делал, да, потому что я знаю, что многие, я думаю, зовут кого-то, чтобы они все это делали, а я сам это все, как бы, апгрейдил, да. И это, конечно, прям прикольно, то есть, я, если что, характеристики всего этого оставлю в описании, и, в принципе, наверное, под каждым роликом буду оставлять в описании, как я и до этого оставлял, да, просто теперь с новыми характеристиками. Поэтому теперь вы сможете сами все узнать, что у меня там стоит и так далее. Может быть, даже материнскую плату я тоже укажу, да. У меня B660 чексет, если что, стоит. Но это, как бы, для тех, кто это все понимает, да. Может быть, вы и не поймете, ну, как бы, фиг его знает, да. Я думаю, что, в любом случае, многие знают сейчас, примерно, хотя бы, да, о чем я говорю. В любом случае, давайте мы сегодня сыграем еще в эту каточку, и, наверное, пора перейти на другую тему, а именно тему, связанную с техно-хаткором. Что случилось с техно-хаткором? Я уже, вроде как, рассказывал на снимах. Ой-ой-ой, чувак, чувак, ты чё? Нифига себе, херачу, херачу, давай, 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 тихо. Собака, нет, нет, нет. Так, давай, 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 автомат, автомат, автомат работает, отлично. Фух, живой, 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 собака, собаки, собаки. Я не хочу убивать собак, но, по-моему, выбора нету. Так, давай, так, есть, убил, всё, отлично. Так, собаки сейчас не будут на меня нападать, я уже тут всё знаю. Я говорю, что это моя любимая игра. Почему я хакер, господи, я его просто убил. У меня, как бы, даже вещи, как бы, покруче. Чё я сразу хакер-то? Короче, что случилось с техно-хадкором? С техно-хадкором получилась интересная тема. То, что я, когда перенёс новый Windows, установил, я случайно просрал мир новый техно-хадкора. Именно то, что мы делали на снимах, я потерял, мягко говоря. И, естественно, мне стало очень грустно, потому что вышла уже восьмая серия, в которой я, в принципе, уже показал это всё. Четы и стрима. И, как бы, ну, начиная с Сузанова, это было бы максимально тупо. И я решил не так давно, ну, хотя как не так давно, наверное, уже месяц назад, я начал строить прям точь-в-точь тот же дом, ту же базу. И сейчас там осталось только ресурсы те же в сундуки запихнуть, и получится то, что у меня всё то же самое. Примерно то же самое, почти всё то же самое. И, как бы, это явно круто. Так, чувака я убил. Окей. А, кстати, ещё, наверное, пора бы сказать про выживание в Майнкрафте. Или не выживание в Майнкрафте, а вот то, что на 1.18, вот это пещеры и скалы, да. Выживание в Майнкрафте это ещё было очень-очень давно. А вот пещеры и скалы, то, что выходило, Теиссея выходила, к сожалению, продолжения не будет, потому что я не вижу смысла продолжать. И, по-моему, я даже седа не знаю. И строить всё то же самое делать, мне кажется, немножко глупо. То есть, Техно Хаткок это летсплей, который я прям, ну, мне прям было очень обидно. Уже год назад начался летсплей, и его заканчивать просто на том, что я просто миг просрал, это максимально было бы глупо. Да. Так, почему-то меня тут эти шары стреляют, грёбаные. Я забыл, как они называются. Я знаю то, что это шалкеры делают, а вот как эти штуки называются. Короче, они левитацию дают. Это нифига не круто. Сделы у меня закончились. Так, я ем яблоко. Ем яблоко. Так, ну-ка, давай. Давай. Попробую. Так, неплохо. Неплохо так. Что ещё можно сказать? Миг я как бы почти восстановил, как я уже сказал. То есть, всё хорошо, дом уже есть. То есть, всё, что с последнего снимаю, я всё переношу, кроме вещей сейчас. То есть, вещи там ещё не полностью на новой базе. Но, немножко будут отличия. Мелкие. Но, дом я прям в точь-точь построил. Вы офигеете, да. Это на самом деле просто жесть. Как я так смог, я даже удивился. Понятно, что я всё в креативе строил. Ну, потому что, если бы я это делал в выживании, я не знаю, что бы со мной было. И зачем это делать в выживании, если это нелогично максимально. Так, я немножко подамажил его, кстати. Так, зелень и милительность какое? А, это суперскорость. Ну-ка. Это суперскорость, если что. Меня сейчас убьют. Мне очень сложно сейчас убегать. У меня очень мало жизней. Так, чувака, я дамажу. Так. А, блин, не попал, походу. Ничего, ничего, держусь, ребятки, держусь. Так. А, у меня нет скелл. Блин, мне бы сейчас съело, на самом деле. Фух, ну, в принципе, я справляюсь, как видите. Осталось убить последнего чувака. К сожалению, 1.18 продолжать не смысла. Ещё из-за того, что обновление вышло 1.19. Я даже сейчас на 1.19 дам. И, как бы, ну, нету смысла, я считаю. То есть, нету смысла продолжать. Но, техно-хаткок я закончу. Я планирую 20 серий сделать. Я надеюсь, что я это сделаю. Так, спасибо за лаги. За лаги, спасибо. Я не хочу умирать. Давай, давай. Херачу, пытаюсь. Там ещё собака. Под названием кошка. Ладно. Там как-то написано. Весело. Так, давай я вот так сделаю. Это типа лёд. Да. Так, я... Короче, мне кажется, это капец. Ну, меня прям херачат. Прям не дают это самое. Вообще, типа, шансов. Шансов нет у меня, походу. Прям нету шансов. Это грустно. Это грустно. Но я пытаюсь. Нет, всё, это капец. Иди в жопу. Нет, всё. Всё. Блин, ну это была потная катка, на самом деле. Я всё равно смог тут убить несколько человек. Всё равно смог как-то, ну, дожить до последнего игрока. Но это было сложно. И как я уже сказал, сегодня ролик чисто такой, как бы, просто, на самом деле, просто попробовать, как бы, главное начать. Главное начать. Спустя такой долгий перерыв, а потом уже всё пойдёт как по маслу. Но я надеюсь, по крайней мере. То, в принципе, можно сказать в конце. А, кстати, я забыл ещё вот что сказать. Можно ещё сказать о том, что вообще, насколько у меня FPS вырос. Ну, например, раньше, в этом лобби, насколько я помню, у меня было FPS 50-40, иногда 60. Максимум 70, насколько я помню. Сейчас, как вы видите, у меня 120, ну, то есть, 105. И это при том, что сейчас запись идёт. Но я помню, что в этом лобби у меня прям дико лагало. У меня, конечно, здесь тоже сейчас немножко подлагивает из-за анимации. Но всё-таки это уже другой FPS. То есть, раза в полтора-две, наверное, в 2,5 у меня увеличился FPS. Понятно, в каких-то разных моментах и так далее. Но, в любом случае, в принципе, это очень большой прирост. Процессор дело делает. Память тоже, я думаю, потому что 8 гигабайтов не хватало, если честно. 16 бы, я думаю, хватало. Но 32, это, знаете, я на будущее чисто сделал. То есть, как бы, так сказать, можно было сделать. То есть, хватало, так сказать, средств на это. Я, в принципе, это и сделал. Всё. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok